Взрослыми, с детьми отправимся на огромную поляну праздник встречать, клядовать, да радоваться. Теперь сквер Солнечная поляна в промышленном районе Самары – любимое место отдыха жителей микрорайона. Здесь они отмечают все праздники, вот и в эти выходные устроили зимние гуляния. В 2018 году территорию Солнечной поляны благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появились детские игровые комплексы, площадки, сцены для выступлений. Привели в порядок и дубовую рощу, очистили озеро, в котором живут утки. Мероприятие у нас проводится постоянно на этой территории, потому что у нас с тех пор, как начали комплексно развивать эту территорию, образовался определенный пол людей активных, которые постоянно участвуют в каких-то наших общественных мероприятиях. Даже сейчас зимой, вы представляете, со всего микрорайона к нам приходят на озеро и как на горках катаются, на бананах, на подушках, на различных. Это мое личное мнение, наш вот этот солнечный микрорайон самый хороший. 12 января начался новый отбор общественных пространств на рейтинговое голосование, выдвинутые 85 мест. 20 из них, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап отбора. Территория победителя будет обустроена с учетом мнения жителей в 2025 году. Отдать свой голос за территорию могут все желающие старше 14 лет. Я считаю, что очень важно принимать участие, потому что вот на примере нашей территории, когда мы в 2018 году массово пришли и выразили свое желание благоустраивать эту территорию, вот уже на протяжении 6 лет мы видим у себя совершенно другой микрорайон, совершенно другой облик, которым пользуются все возраста населения. Поэтому очень важно приходить, отдавать свой голос и выбирать ту комфортную городскую среду, в которой вы сами хотите проживать. В следующем году общественные пространства, победившие этой весной в рейтинговом голосовании, преобразятся по нацпроекту «Жилье и городская среда», реализуемому по решению президента России Владимира Путина. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.